В Екатеринбурге продолжается Сретенский молодежный фестиваль. В Сретене эта встреча, она может быть и с Богом, и с другом, и даже со спортом. Надежда Калинина расскажет подробнее. Мы находимся у спортзала Уральского аграрного университета. В этом году ВУЗ встретил свой 80-й день рождения. Но несмотря на солидный возраст, студенчество остается молодым и душой, и телом. Крепость физической подготовки и волю к победе можно испытать на соревновании «Русский силомер», который проводит епархия. Мы берем шестое упражнение русского силомера, которым является армейское подтягивание, в котором не допускается ни рывок, просто человек сгибает в локтях руки на перекладине. Такое силовое упражнение. И мы предложили, вот есть два часа, есть ВУЗ. ВУЗ берет, ставит турник. Я начинаю считать подтягивания тех ребят, которые хотят и подходят подтягиваться. За два часа участники должны набрать максимальное количество подтягиваний. После подсчета баллов будет определен самый сильный ВУЗ Екатеринбурга. У Уральского аграрного университета хорошие шансы на победу. Наш университет традиционно, ежегодно участвует в университете среди ВУЗа Свердловской области. Практически во всех видах. Это порядком 30 видов. Среди ВУЗов Свердловской области наш ВУЗ занимает золотую серединку. Из 16 ВУЗов мы прошлый год девятые стали, позапрошлый год восьмые стали. Вот золотую серединку держим. В этот раз в состязании на самый сильный ВУЗ принимают участие пять высших учебных заведений города. Саша студент первого курса, будущий садовод. К спорту юноша неравнодушен. Дома в свободное время качают мускулатуру. У меня дома турник, поэтому я в свободное время подтягиваюсь часто. И мне не так уж и сложно. Хотя тренироваться еще стоит, потому что это полезно. В первый раз я не мог подтягиваться, конечно же. Я просто висел, когда еще был маленьким. Но потом уже был результат, и я подтягивался уже по три, потом по пять, потом по десять. И так уже, в принципе, до 20 может даже смогу. Специалисты говорят, что турник – хороший и доступный снаряд для поддержания своего тела в форме. А соревнование «Русский силомер» – еще одна хорошая возможность сотрудникам Екатеринбургской епархии и молодежи встретиться и пообщаться.